И сегодня состоялось еще одно важное событие. Никита Белых представил Совету Законодательного Собрания Кировской области свое видение новой структуры органов исполнительной власти и нового состава правительства региона. Все подробности у Михаила Конышева. Глава региона подчеркнул, что главная цель преобразования это общее повышение эффективности работы органов исполнительной власти. С точки зрения затрат наименее эффективны малочисленные органы исполнительной власти. Сейчас у нас более 30 департаментов. Вместо них будет создано порядка 20 министерств. И это не просто переименование, это повышение статуса, самостоятельности и ответственности органов власти. По окончании этой процедуры реорганизации у нас будет сформировано правительство, состоящее как раз из министерств. По нашим оценкам на сегодняшний день это порядка 20. Я специально не называю конкретные цифры. Есть некоторые вопросы организационные по ряду органов исполнительной власти, которые мы будем сейчас в процессе решать. Ожидается, что преобразование позволит сократить расходы на содержание органов власти, а также решить вопросы более эффективной мотивации сотрудников. Кроме того, формат министерств позволит внедрить проектные подходы, требующие межотраслевого и межведомственного взаимодействия. Разумеется, перед нами стоит задача оптимизации не только собственных органов власти, но и подведомственных учреждений. Это уже как раз второй уровень, потому что у нас помимо органов власти существует большое количество подведомственных учреждений, которые либо в рамках отрасли работают, либо связаны с обеспечением деятельности. Там тоже есть, на наш взгляд, большой резерв для работы, но ее невозможно делать, пока мы, собственно говоря, не проведем реорганизацию на уровне органов власти. Говоря о персональном составе правительства региона, Никита Белых обратил внимание на то, что новые члены правительства – люди, хорошо известные в регионе. Таким образом, в составе правительства в должности заместителя остаются Сергей Щерчков, Дмитрий Матвеев, Алексей Кузнецов, Александр Галицких, Елена Ковалева, Алексей Котлячков. Новые имена – Евгений Михеев, Роман Береснев, Алексей Вершинин и Юрий Исупов. В своем докладе губернатор подытожил, что с одной стороны в рамках правительства будет сохранена преемственность, с другой – новые люди в его составе вдохнут новую энергию и ритм в работу органов власти. Михаил Конышев, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. Михаил Конышев, Вести, Кировская область.